Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, это видео адресовано тебе. Ты сейчас биткоин-медведь? Думаешь ли ты, что биткоин не сможет пробиться через важнейшее сопротивление в этом году и уйти выше уровня в 40 тысяч долларов? Что ж, послушайте меня, ребята. Я покажу вам один график, который, как я считаю, никто больше не показывал, однако я хочу сделать это прямо сейчас. Давайте перейдем прямо к сути. Я сейчас собираюсь взлетать, так что залью видео как можно быстрее, потому что связи после этого у меня уже не будет. Если вам нравятся мои видео, неважно где я нахожусь и что я делаю, тогда обязательно поставьте лайк, прокомментируйте и поделитесь видео с друзьями. А сейчас давайте поговорим уже о том, что же тут вообще происходит с биткоином. Мы на недельных свитчах, и вы уже знаете этот график. Но я хочу рассказать вам кое о чем, о чем ранее я не рассказывал. Для начала, есть несколько вещей, о которых вы точно знаете. Если подписаны на наш канал, вы уже знаете, что мы находимся между поддержкой и сопротивлением, которые формируются последние 12 лет. И также, каждый раз у нас есть нисходящая линия тренда, которая давит на цену биткоина до тех пор, пока мы не пробиваемся через нее. Такое было в 2015 году, в 2018 году, и, конечно, то же самое мы сделали в прошлом году. А сейчас вопрос следующий. Где мы сейчас находимся? Что ж, биткоин снова дерется с горизонтальным сопротивлением. Но это не все. Обо всем этом я уже рассказывал. И также я рассказывал о том, что я ожидаю, что биткоин пробьется через этот уровень в этом году и пойдет до цели примерно в 44 тысячи долларов. Все это в течение этого года и до халвинга. И так, почему же я так думаю? Что ж, для начала, из-за того, что история биткоина не повторяется, но определенно рифмуется, у нас есть много общего. Но также, если мы посмотрим на недельный RSI, как вы видите, он сейчас у нас находится примерно на 56. Где-то около 56. И если мы сравним это все с предыдущими циклами, биткоин был перекуплен, перепродан. И когда мы достигли определенных уровней, так, извините, это не то. Каждый раз биткоин доходил до сопротивления, пробивался через него и затем ретестил этот уровень. Каждый раз, когда это происходило, когда мы ретестили этот уровень, биткоин был всегда около этих уровней, в 64. Так было в 15-м году, даже больше, чем сейчас. А затем, после пробития уровня уже здесь, биткоин был где-то на уровне, так, давайте посмотрим, где-то около 50. И затем, когда мы снова пошли на ретест, снова был на уровне в 50. Сейчас же 54. Это примерно середина между перепроданностью и перекупленностью. Это то, что мы и ожидаем от предыдущих циклов. Так что, судя по этому, биткоин находится на очень важной точке, на которой он уже был два раза до этого, 4 года и 8 лет назад. Каждый раз, когда такое происходит, люди говорят, «О, какой же сюрприз! Почему ты об этом раньше не говорил?» Но вот, посмотрите, я говорил вам ранее, точно так же, как я рассказывал про эти трейды, когда биткоин был еще на 17 тысячах. Сейчас средняя цена у меня около 20 тысяч, потому что я добавлял в этот трейд. И прямо сейчас на нем примерно миллион долларов прибыли. И это не должно быть каким-либо сюрпризом. И даже несмотря на то, что биткоин у нас сейчас скорее кенгуру, чем медведь или бык, к сожалению, мы просто идем в бок уже очень долго. Даже это было ожидаемо. И вот, что я вам скажу. Сейчас лето, и я не ожидаю, что биткоин пробьется через 30 тысяч долларов. Сегодня или завтра. Нет, но мы, скорее всего, пробьемся через эти уровни очень-очень быстро. И если вы просто стоите в стороне, если вы тот, кто жалуется, не говорите мне потом о том, что я вам ни о чем не рассказывал. Я говорил вам обо всем на 17 тысячах и прямо сейчас. Просто стоять и ждать на биткоине может быть очень-очень дорого для вас в плане ваших возможностей. Если вы тоже хотите торговать, переходите по ссылкам внизу в описании. При этом вы можете принять участие в турнире и получить часть от призового фонда в 8 миллионов долларов. Кликайте, регистрируйте, сделайте депозит и сможете присоединиться к этому турниру. Мы увидимся совсем скоро на ММКрипто и как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.